Привет друзья! Сегодня я оказался рядом с поселком Рождествено и решил заехать в знаменитую Рождественскую пещеру, которая находится на территории усадьбы Набокова. Усадьба достаточно большая, имеет за рощи такой уже заброшенный парк порядка на 16 гектар. В здании усадьбы сделан сейчас музей. Мы туда не пойдем, сейчас он может быть даже и не работает, я не знаю точно. Пойдем погуляем по парку и уже посетим непосредственно сами пещеры. Пойдем осмотримся. Вот так выглядит сама усадьба на дом вдалеке. Начинается уже непосредственно сам парк. Вот такая небольшая табличка. Дальше идет парк с огромными дубами вековыми. Парк очень старый, практически не ухаживается, но в летнее время достаточно красивый. Вот уже идем по аллее, такой вот парк. Вот это где я сейчас еду, основная аллея парка. Она пролегает вдоль всего парка во всю длину и заканчивается уже недалеко от пещер. Такие мощные дубы. Дорога шумит недалеко. Есть какие-то хозяйственные постройки. Сзади уже сама аллея переходит в усадьбу. У нас сами пещеры представляют собой достаточно уникальное место в Иленобласти. Настоящих природных пещер очень мало. Эти пещеры формировались уже много сотен лет, может быть даже и тысяч. Под воздействием воды, грунтовый ход размывался. Красный песчаник. Характерный только причем на берегах реки Оридиш. Вот именно в этом районе больше такого уже нигде нет в России точно. Вода много лет стекла точила песок и намыла несколько достаточно крупных пещер. Заглянем на две самые большие. К сожалению, лет может быть 20-30 назад пещера обвалилась и теперь она представляет себя лишь такой закуток длиной нанометров может быть 40-50, не больше, по дну, в которой протекает ручей. Также у одной из пещер есть источник. Люди считают, что он святой. Вода в нем содержит какие-то там ионы серебра. Я не знаю, я в это не верю. Глубина залегания источника небольшая и за источником нескольких сотен метров находится сельскохозяйственное угодье, поля, которые на мой взгляд все обрабатывались когда-то пестицидами и поэтому качество воды еще надо проверить. Ну, люди приезжают, набирают эту воду, пьют ее. Я ее пробовал. Ну, вода как вода, хотя считаю, что она очень вкусная и полезная. Сейчас мы уже движемся по аллее в сторону как раз. Пещер идти на минут десять еще. Погода сегодня хорошая, тепло, легенький морозец. Достаточно неплохо гулять. Вот смотрите, здесь раньше был красивый деревянный мост, но его почему-то демонтировали. не знаю, с чем это связано. Вот что осталось от моста. Скорее всего, он просто сгнил уже и в цели безопасности его разобрали. Здесь в дождливый период бежит небольшой ручеек, но сейчас от него уже ничего не осталось ни от вещей, ни от моста. Вообще, в советские времена парк, конечно, был ухоженный, был очень красивый. Мне рассказывали, что здесь достаточно был хороший, незаросший лес, много тропинок. И достаточно был большой интерес к самой усадьбе Набокова. В свое время был очень знаменитый на весь мир писатель, поэт, который прославил, наверное, его роман «Скандаль известный на весь мир» тоже Лолита. В усадьбе сделали музей. Вход в том году, по-моему, было ранее 120-150 рублей. И в летнее время, конечно, здесь достаточно много людей. Ну, а сейчас уже парк представляет собой. Просто часть леса, природа потепенно забирает его. Вот такой вот сейчас зимний период парк. Место красивое, но недалеко от дороги доносится этот столь надоевший звук автомобилей. Вот такой вот пейзажик. А слева уже атакует природа молодая поросль на бывшей лужайке. И вот с левой стороны, где вот эти елки, начинается обрыв. И где-то в этом обрыве уже в нашу сторону, под землей, идет одна из пещер. Мы туда зайдем попозже. В конце парка, где он уже выходит на поле, стоит памятный крест. По легенде, в 15-16 веке здесь раньше был большой Никольский храм. И по легенде, когда пришли сведы на эту землю, то храм таинственным образом ушел под землю. Даже есть такая памятная табличка. Храм ушел под землю и его больше никто не видел. И ручьи, которые вытекают ниже уже в ущелье из песчаника. Говорят, что иногда выносят очень интересные предметы. Предметы бытов, именно в церковной утвари. Многое разное интересное в этой сфере. Но это все, конечно же, легенды, в которые я не верю. Ну что, пойдем уже сходить в пещеры. Они совсем рядом. Немножко не успела передо мной эта толпа желающих. Какие-то люди с палочками для ходьбы. Вот здесь большой овраг, при котором протекает ручей. Сейчас оно, конечно, в плачевном состоянии. Все заросло, упало. Заволенными деревьями. Справа от меня по этому оврагу уже будет одна из самых больших пещер. Сейчас мы туда пройдем. Все это дело выглядит вот так. Ну что, пойдем в пещеры. Посмотрим, куда ломанула столпа лыжников беших. Сейчас выйдем на центральную дорогу к пещерам. Судя по следам, людей здесь сегодня уже было много. Рано утром шел снег. И учитывая, сколько натоптано уже троп, людей было много. Ну да, люди пошли в самую большую пещеру. Сейчас, значит, мы пройдем мимо, а потом на обратном пути уже, когда они уйдут, зайдем посмотрим. Вот дорожка ко второй пещере. Вот, кстати, тот завал со стороны уже большой пещеры. Вот сама пещера большая, куда мы сейчас попозже подойдем, пока здесь бабульки с палочками не будем им мешать. Я пока продвигаюсь в сторону малоизвестной пещеры. Про нее в основном узнают только местные. Даже к ней нет ни тропинки, ни снегов. Соответственно, давным-давно там никого не было. Вот такой живописный бурелом вдоль берега ручья. Пещера эта, на самом деле, она маленькая, коротенькая. Может быть, даже яная рукотворная, кто-то знает. А может быть, тоже за сотни лет, за тысячи размытая водой. Вот ручей. И вот пошла уже красная пещеная порода. На самом деле, сейчас даже большую преимущество здесь идти, потому что летом здесь очень много травы по пояс. А сейчас ее практически нет, лишь только кусты. Вот там, наверху, за поляной, как раз та дорога, по которой я шел сюда. Вот еще один ручеек, чтобы аккуратно спуститься и не навернуться. Вот он вытекает из той пещерки. Все такого света рыжего. Впадает, вот тут уже большой ручей. Такие вот скальные образования. Вообще, конечно, лучше сюда съездить летом. Погулять, послушать пение птиц. В первой полнолетии здесь они очень сильно красиво поют. Сосладиться уже природой в летний период. А вот сама пещера. Такое вот интересное место. Ну да, пещера, наверное, все-таки не рукотворная, а естественная. Проточенный ручей. Сейчас я достану фонарик. И мы зайдем дальше. Вглубь. Хотя, в принципе, там уже видно практически конец пещеры. Пещера. Ставлю ручь. Брюкзак здесь. Вот так выглядит пещера изнутри. Слышно, как же ручит вода. Причем, Родников здесь не один. Первый лет откуда-то, а вот оттуда. Петля, протачивая себе путь. Да, ботинки мои. Столя рыжего оттенка. И вот, собственно, второй родник. И основной родник. Вот таким вот куполом заканчивается пещера. И откуда-то оттуда вот вытекает родничок. Как играла, она коротенькая. Небольшая. Здесь нет микроклимата своего. Поэтому летучих мышей тоже здесь нет. В той большой пещере я в том году встречал летучих мышей. Кстати, что в этих пещерах, что в Борщевских, что в Савлинских катакомбах присутствуют летучие мыши. И в чем примечательное, здесь самая северная во всем мире колония летучих мышей. В северничьи пещерах Неградской области летучих мышей больше нет нигде. Вот такая вот первая пещера малоизвестная. Сейчас я отойду, покажу вам панораму. Всей пещерой вдалеке видно. Бабуля все ходит. И вот такая вот пещера. Там наверху поляна. Что, побывали в первой пещере? В общем, бабуля прошла медовицу навстречу. У них сегодня оказывается интересный маршрут. И надо сегодня пройти порядка двести километров. Пешком по всем местным достопримечательностям. выходом вот именно от этого красного песчаника на поверхность. То есть они пойдут сюда, как называется правильно, в поселок. Не доезжая от Чикино моста, где красиво образуется утес с соснами над рекой. Воргер из красного песчаника. И пешком уже пойдут оттуда до поселка Выра. Причем здесь самый молодой, наверное, лет пятьдесят. И самый старый, наверное, я бы сказал, лет семьдесят. У них такой тур-клуб кому за пятьдесят, шестьдесят. В общем, причем могу сказать молодцы. Лучше, чем сидеть дома, да и полезно. Ну вот впереди открывается панорама скалы. Людей нету, сейчас пойдем зайдем в самую большую пещеру. Дойдем до конца. Посмотрим, валилась ли она еще или нет. Местные говорят, что лет двадцать-тридцать назад, когда она еще не валилась, местные учителя спускались туда на большое расстояние в районе километра. Конечно, я в этом сомневаюсь. Метров сто, двести я, возможно, поверю. И вот сама пещера достаточно большого диаметра свод. Которая, к сожалению, валивается, потому что в том году вот это вот оползня здесь еще не было. Пещеровый завод, тут вот ручей. Тут небольшой закуток, тоже тупиковый. Пойдем сходим туда. Ну вот и все. Тупик. Летучих мышек пока нет. Значит, зимой здесь еще промерзает. Все стены исключены такими нецарапанными, блин, не снимками, надписями. Коля, Вася, я тебя люблю. Вот уже. У вас очень сильно шумит ручей. Еще один тупиковый. Какой маленький развивательский мышек. Откуда-то вытекает. Вот. Центральный зал пещеры. Не знаю, заплатила, не заплатила камера. Сейчас нужно понять. На самом деле, очень странно, в этом году здесь летучих мышей уже нет. Вот так пещера смотрится в сторону выхода. Ну, я пройду в самый конец. Что ж, я зря пришел. Мочу обувь. Вот такой вот узкий туннель. Вот этим делом и заканчивается Рождественская пещера. Здесь такой лабиринт из трех ходов. Ну. Вот. Завал. Первая часть завала, которые закидали бревнами. От влажности уже сгнили. Завитывали досками сзади и сныпали песком с той стороны. Везде такие грибы. Там какой-то маленький ход. И еще дальше идет ход, который, кстати, в этом году, видно, недавно прорыли. Сейчас я сниму куртку и зайду туда, потому что там я еще не был. В пещере свой микроклиник постоянная температура. Почти еды. Ну что, поехали. Какого неизведанного. А все. Дальше тоже завал. Заделан досками. Кому-то делать нечего. Кто-то замуровывает все выходные входы. Вот такие вот ходы. Вот этот вход, который выходит в центральный зал. Полная тишина. Слышно, только как вода шумит. Вот это была раньше основная ветка тоннеда, которая вот уже обвалилась от этого ручей. Вот он шел туда, на моем расстоянии. Вот этого тоже не было раньше. Видно, местные искатели приключений разрыли. Все новые, вновь открытые ходы. Для нашего канала, дальше идти некуда. Достаточно тесно, пришлось попачкаться. Сейчас не уходим в центральный зал. Рюкзак где-то там с курткой. Ну все, обошли всевозможные. Вновь разрытые ходы. Конечно, стало немножко поинтереснее. Раньше вот этим обвалом все заканчивалось. Ну-ка, игру, когда местные умельцы подразрыли. Но безуспешно. Дальше уже пройти не получается. Вот эти огромные завалы. Закрыли весь дальний путь. Вот так вот выглядит панорама зала второго большого. Я беру свой рюкзак и пусть на выход. Вот такая вот вторая, самая большая, самая популярная рождественская пещера. Вот такой вот ручеек. За тысячи лет размывал красный песчаник и образовал для нас. Так вот чудо-небольшую пещеру. Единственное, что конечно не порадовало, что в этом году почему-то здесь нет летучих мышей. Вот еще. Абсолютно перестали. Ну вот. Походили по двум пещерам. Показал вам все, что знал и то, что не знал. То, что нарыли в этом году. Сейчас пойдем, сходим на родник с серебряной водой. И так вот живописный отвес по дороге от пещеры уже к роднику. Слева течет ручей. Ветром роняло дерево. Кто-то отпилил. Все-таки минимальные работы по благотворению налогораживания парка ведутся. Вот центральная дорога. Бабулек пропустил вперед. Сейчас посмотрим, что там в этом году на ручье. Роднике. Вот там маленький мостик. Там дальше где-то идет деревня. Церковь. С другой стороны холма от усадьбы Набокова. Вообще в ране усадьбы такое достаточно живописное место. Большая низина. Где встречаются две крупные реки. Между реками два холма. На одном стоит церковь. На другом с 45 градусным, наверное, отвесом на верхушке стоит сама усадьба Набокова. На ключе сделали вот такую дорожку. Вот это, конечно, самое посещаемое место из-за этого родника, из-за воды сюда приходит круглый год. И вот бабуля фоткает панораму родника. Итак, добрались мы до третьего интересного места. Место представляет собой тоже отвесную скалу из песчаника. Вся я спещерена маленькими пещерками. Ну и самое главное, что здесь является родник с серебряной водой. У нас там же здесь не один. Здесь несколько панорама всего этого места. Сейчас чуть-чуть подойду назад. Вот протекает рычей. И сама скала. Это дальняя часть. Основной родник находится вот за уступом, за этим. Там были пока бабули. Я туда не пошел пока. Ну вот такие вот ходы. Они все неглубокие. Как-то мы там лазили в них. Ходили. Вот она, последняя небольшая пещера. Я туда не полезу. Теоретически можно проползти. Оп. Заострял, блин, с рюкзаковой курткой. И вот она здесь и заканчивается. Заканчивается она вот таким вот каплообразным сводом. И опа. Единственная летучая мышка. Трогать их ни в коем случае нельзя. Они спят. Находятся в сельдерагическом сне. На них можно посмотреть уже капельки влаги. Также спят какие-то насекомые, мотыльки. Вот такая вот последняя пещера. Даже с одной маленькой летучей мышкой. Так, надо мне как-то развернуться. И выходить назад. Такой подъемчик был. Оп. А вот выход. Опять перемазался весь. Сегодня мы не в камуфляже привычном. в обычной гражданской одежде. Вот такая вот маленькая пещерка с летучей мышью. Кстати, вот и наблюдая здесь трещина уже идет большая. Возможно, что скоро тоже будет обвал. Что, пойдем? Пока никого нет. На родник. Пить я с него не хочу. Вообще стараемся не пить. Не кипячу на воду в походах. Несмотря на все признаки, что вода чистая. Все равно стараемся воду кипятить. Конечно, были ситуации, когда уже валились с обезвоживанием. И я пивожу прямо из болота. Но это скорее исключение, чем правило. Вот такая маленькая пещерка. И вот. Попробую свалиться в воду. Все скользкое. Вот. Тут же какое-то образование. Есть. Сам источник. Такой вот нища. Такая скамеечка. Иконочка. Кто-то поставил. И стоит, что он святой. Целебный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять секундочек. Вот сам руки есть. Сейчас мы посмотрим, куда он идет дальше. Ну, а я гну помою ботинки. Такое вот место. Ради чего, собственно, сюда большая масса людей приходит. Что погуляли сегодня по Рождественским пещерам. Побывали во всех местах. Во всех интересных, которые, по крайней мере, я знаю. Которые мне известны. Вот такие красивые. Отложения Красного Песчаника. Характерны только для этой области. В районе реки Оредиш. Место находится недалеко от Петербурга. В Лугачевском районе Ленинградской области. Поселок Рождествено. Если кто-то захочет сюда приехать, то приезжайте. В поселке Рождествено, если ехать со стороны Санкт-Петербурга, с левой стороны будет церковь, в низине мост. И после реки на горе будет синее, большое, голубое деревянное здание. Это есть усадьба. После усадьбы сразу маленький поворотик налево. Поднимайтесь в горку и увидите парковку, где я поставил машину. А дальше уже по прямой, по аллее попадете в пещеры. Ну а нам пора. Вот эта тропинка выходит наверх, там поле. Поле, кстати, пашется, обрабатывается. Поэтому, на мой взгляд, чистота воды под вопросом. Именно ручей бежит из-под поля. Вот такое вот живописное местечко. Усадьба Набокова. Площадь, я нам уже говорил, ранее 16 гектаров. Это, наверное, единственный такой массив лесной. У поселка остальное все вырублено по сельхозполя, вычищено. Сейчас они тоже засаживаются, что не может не радовать. Видятся какие-то хозяйственные обработки. Погодка сегодня хорошая. Хорошо погулял. Вот оттуда мы пришли. Вот туда ведет тропинка к большой пещере. Я пойду дойду до мостика. Здесь опять же все переворотили, попеределывали. Мост приподняли, может быть, весенний поводок его снес. Унес ниже по течению. Весной здесь ручей достаточно сильно разливается. Но сейчас он достаточно спокойный и тихий. Вот такое вот место усадьбы Набокова Рождественской пещеры. Подписывайтесь на наш канал. Дальше будет много интересного и познавательного. Спасибо за внимание.